Продолжение следует... 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 пути моего христианского становления. И, в общем-то, сложный такой продерсковый период, когда многие, наоборот, разрывают с родителями, дети воцерковленных родителей уходят из храма. Я в 13 лет, наоборот, оказался в храме и начал свой путь к Богу, такой постепенный путь. Надо сказать, что действительно у меня были очень мудрые наставники, причем один из них был даже не священник, а просто старший алтарник, который мне всегда говорит, не торопись, ты всегда все успеешь. Я помню, когда не было первых уроков в школе, я шел в храм, в воскресенье я приходил и на ранние, и на поздние тургии, и на вечерние службы при шестидневном обучении. То есть в воскресенье я полностью посвящал храм. На неделе, если была возможность вечером пойти в храм, я обязательно был там. То есть вся моя жизнь была с того времени полностью связана с церковью. И вот что это было, мне кажется, действительно какой-то был призыв Божий. Закончив школу, вот передо мной стоял выбор, куда идти дальше. И здесь, ну как-то вот на тот период у меня сформировалось желание все-таки идти дальше по церковному пути. Я решил поступать в духовное училище. И надо сказать, что сразу с поступлением я стал и подяконом митрополита Новгородского Староцкого Льва, что кардинально повлияло на всю мою дальнейшую жизнь. То есть в виде его пастырский путь, его архипастырские труды, я, в общем-то, все больше и больше проникался желанием служить церкви. И годы обучения и в духовном училище, и впоследствии годы обучения в Санкт-Петербургском духовном семинаре Академии, лишь это желание внутреннее во мне все больше и больше вот так вот возгревали. И, в общем-то, после окончания духовного семинара, я уже четко понимал, как и с чем будет связана моя жизнь. Я всю свою жизнь хотел служить не только Богу, но хотел служить людям и понимал, что, наверное, служение семейного священника и, в первую очередь, не только священнице, как отца, а как главы семьи и пример такой семейной жизни священника, он, наверное, очень важен и актуален был и тогда для молодежи, так он актуален и сегодня. Поэтому для меня, в общем-то, было желание стать не только на словах, но и на делах примером. И, в общем-то, я решил тогда, что пойду по служению священника приходского, женатого. Надо сказать, когда вот спрашивают, а вот вы мечтали там или ставили себе там в планах, сколько у вас там будет детей или какая у вас будет жена, надо сказать, что вот об этом всем я не мечтал, а я действительно воспринимал это как дар от Бога. И сегодня я только благодарю Бога за все то, что Он мне дал, действительно, замечательную жену. У меня четверо детей, о чем я, собственно говоря, тоже никогда не мечтал и не ставил себе в планах, сколько их будет. И сегодня, не зная, сколько их в итоге будет, я всегда понимаю, что это действительно промысел и воля Божия, и нужно воспринимать это как дар. А когда ты действительно относишься вот так вот, ты понимаешь, что когда надо тебе, все придет и Господь пошлет. Есть такое хорошее выражение, для того, кто умеет ждать, все бывает вовремя. Вот действительно нужно иногда уметь и ждать. Я, в общем-то, учился не три года в итоге, да, три года в духовном училище, пять лет в семинаре, восемь лет обучения в духовных школах. Но, в общем-то, сегодня я понимаю, что, наверное, мое руководство совпало с таким внутренним созреванием, взрослением. И здесь, в общем-то, тоже как бы определенный такой волей промысел Божий был. И, в общем-то, сразу после руководства, в общем-то, еще и до моего руководства, митрополит мне неоднократно намекал, что вот твое служение будет связано с молодежью. То есть это вот очень важное направление. То есть ты готовься, что вот нужен священник, который будет работать, заниматься с молодежью. И, в общем-то, я внутри понимал, что такое может произойти, но внутренне никак к этому не приреплялся. Хотя, конечно, любой священник мечтает, наверное, чтобы жизнь была сопряжена с чем-то таким активным, действительно важным, значимым, стоящим. Так же, как и тот храм, где я служил, Зреченский храм, я понимал, что вот мне бы очень хотелось служить, вот почему-то внутренне было, в университете, в университетском храме. Хотя тогда, в общем-то, речи даже об открытии этого храма и не шло. У меня богатого опыта не было, но определенные опыты, традиции были у моей жены, которая входила в одно из московских объединений молодежных. И, в общем-то, здесь мы как-то с ней постепенно начали искать пути, а вот в чем действительно можно заинтересовать молодежь, найти место молодежи в церкви, помочь им в вхождении в эту церковь. И нужно создать такую атмосферу, нужно понимать, где следует действительно открыто где-то говорить о своей вере, а где-то, быть может, говорить скорее о традиции. И в том числе мой путь уже как наставитель университетского храма, работа, сопряженная с деятельностью в университете, она связана именно с такой просветительской работой. Когда меня спрашивают, какие задачи вы видите в первую очередь, я говорю, что в первую очередь разрушить тот карикатурный образ, который, к сожалению, сегодня присутствует в средствах массовой информации и в умах многих молодых людей. И поэтому для меня задача была показать истинное лицо церкви. И для меня вот эта задача, она с первых дней в храме была важна, в университетском, я имею в виду, в храме, действительно, чтобы ребята понимали, что церковь – это не всегда то, что показывают с больших экранов, что церковь – это в первую очередь наши богатые традиции, это наши общие корни, которым, мне кажется, каждый человек должен быть приобщен. Другое дело – верить, не верить на каком-то этапе каждый решает сам, но при этом как культурная традиция, как то, что является основой нашего государства, всякий молодой человек должен понимать и знать. Антониев монастырь изначально был монастырем, где зарождалось богословское образование. И, в общем-то, вот это образование, которое зародилось, по всей видимости, быть может, даже во времена преподобного Антонио, привело к тому, что в XVIII веке, а точнее в 1740 году, когда в Новгороде была открыта новгородская семинария, ее было решено разместить здесь, в Антониевом монастыре. И долгие годы здесь, в Антониевом монастыре, существовала новгородская духовная семинария, которая имеет множество выдающихся их выпускников, как церковных служителей, церковных иерархов в том числе, так и людей, потрудившихся в светских сферах, и искусствоведов, и философов, и историков. В 1920-е годы, когда монастырь был закрыт, здесь разместили Новгородский педагогический институт. И, в общем-то, 10 лет назад мы вновь возобновили здесь и богословское образование, открыли здесь университетский храм, а сегодня занимаемся, трудимся на кафедре теологии. И тем самым мы видим некую такую духовную преемственность от преподобного Антония до наших дней. Когда меня спрашивают порой, где вы черпаете силы для своего служения, я говорю, только в чаше. Порой бывает, что у тебя нет сил как-то двигаться, дать что-то делать, ты понимаешь, что весь измотан, и стоит послужить Божественной Литургией, как ты понимаешь, что ты опять полон сил и как будто заново родился. Это может показаться красивым таким словом, но это на практике проверено. Сам Христос сказал, что Он пришел для того, чтобы послужить, а не для того, чтобы Ему служили. И мне кажется, это задача каждого христианина. Для меня самое главное – служить. Служить людям, служить Богу, а не для того, чтобы все вокруг меня выстраивали свою жизнь, носили меня на руках, целовали мне руку, облачение. А для меня самое главное в пасторском служении – это служение. Вот именно, это похоже на такое повторение, служение, служение. Но действительно для меня в пасторском служении главное служение – благодарение и, повторю, Евхаристию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok